Коленвалы. Вот я в сравнении положил три коленвала. Вот этот коленвал производства Автоваз, но с двигателя 21-30 с ходом 84 мм. Вот этот коленвал с двигателя 213, то есть полнопротивовесный, но с ходом 80 мм. И тот же самый 80 мм вход, это троечный коленвал с одним противовесом на одну шейку. На что я хочу обратить внимание. Во-первых, конструктивные отличия. Вот сейчас я так с торца. Здесь хорошо видно, что коленвал с 230 двигателя имеет вот такие щеки, которых не имеют остальные коленвалы. То есть, обычный Нивовский 213 и троечный коленвал. Вот эти вот щеки делаются специально на коленчатых валах для упрочнения его устойчивости на сворачивание при большом ходе поршня. Если рассмотреть схематически эту схему, то между коренной шейкой и шатунной шейкой, вот здесь, например, их соединяет структура, то есть в виде такого эллипса. Вот здесь вот идёт. Здесь идёт более упрочнённая версия в виде ромбика. То есть, дополнительно две щеки на упрочнение. В остальном по противовесам они схожи. Ну, вот он, обычный троечный коленвал с одним противовесом. Кстати, один противовес выше, чем два противовеса на 213 двигателе. Второй момент, который существенно отличает коленвал с ходом 84 мм, заключается в его установке на двигатель. А именно, стандартные жигулёвские вкладыши. Вот здесь у меня комплект вкладышей, раскрыл я. Вкладыши имеют вкладыши с канавкой для подвода масла, которые устанавливаются в блок. В первый, второй, четвёртый, пятый бугеля, то есть в постели, именно в блоке. Вниз ставятся вкладыши без прорезей, без канавок, без отверстий. Так, ну, тут по средней бугель, там ставятся два вкладыша с отверстиями туда и туда. Здесь важно заметить следующий, вот, кстати, второй комплект вкладышей у меня как раз на этот вал. Дело тут вот в чём, что обычные коленвалы, троечный и 213, имеют конструкцию. Сверлится у них, вот он, один общий сквозной маслоканал через всю шейку. Вот он. И точно такой же маслоканал, вот он, сверлится в шатунной шейке. И потом всё это дело соединяется каналом, сверлится канал, который соединяет. Тут заглушка ставится и таким образом работает коленвал. Это вот троечный был, то же самое, вот он, 213. Он, правда, с оклеинного мотора, там стружка внутри. То есть, вот он, 213. Значит, и вот он он. Так. Поэтому, устанавливая вот эти вот вкладыши с прорезями, так как коренная шейка имеет два отверстия, расположенные на 180 градусов друг от друга, ну, то есть, один общий канал. Масло подаётся только с одной стороны, то есть, со стороны блока. И в каком бы положении ни находился коленчатый вал, всегда одна часть канала отверстия будет соединяться с канавкой для подачи масла. А через вторую часть канавки, которая в этот момент находится на вкладыше без отверстий и прорезей, будет подаваться масло для смазки нижнего вкладыша. На коленчатом валу 200, вернее, на коленчатом валу 2130, то есть, с ходом 84 мм. Так, конструкция существенно отличается. В валу применяется косое сверление без дополнительных каналов. То есть, за одну установку, вот, я показываю, сверлится канал. О, вот он вышел для подачи масла. То есть, такая конструкция сделана для того, чтобы повысить прочность коленвала от крутильных колебаний. И, то есть, чтобы он не сломался, не лопнул. Так как конструкция обычного коленвала предполагает, что он будет значительно насверлен. Ну, тут стружка изобитого отверстия. Ну, то есть, вот один канал, то есть, второй, третий. То здесь стоит один общий канал. Так делается на большинстве современных, особенно форсированных двигателей. Но, так как здесь отверстие для подачи масла к шатунной шейке, только одно единственное. Этот коленвал нужно устанавливать в блок, используя два комплекта коренных вкладышей. Для того, чтобы из комплекта выбрать по два вкладыша с канавками, чтобы подача масла осуществлялась все 360 градусов поворота коленчатого вала. Дело в том, что мне попадались двигатели, которые были собраны именно с вот этим вот коленвалом. Но, ребята, по всей видимости, не знали этой тонкости. И были установлены вкладыши, как книга пишет на обычный вазовский мотор. В результате чего, через либо 4, либо 8 тысяч, я точно не помню. Ну, довольно малый пробег были. Во-первых, имели задиры вкладыши нижние, коренные. Но самое главное, были побиты немножко шатунные шейки. То есть, видно было, что частично масляное голодание было. Так как 180 градусов коленвал проворачивался, подавалось масло к шатуну, а следующие 180 градусов масло не подавалось. Вот это вот очень существенный момент по конструктивным отличиям, который нужно обязательно знать с работой с таким коленвалом. Вкладыши установлены в блок коренные. То есть, первый, второй и четвертый, пятый с прорезями. Средний, третий просто с отверстиями. То же самое касается коренных бугелей. Вот, кстати, второй комплект вкладышей остался. Тоже первый, второй, четвертый, пятый устанавливаются с прорезями вкладыша и средний просто с отверстиями. Я все поставил, кроме последнего, пятого бугеля. Я уже как-то говорил в предыдущих видеороликах, но на этом деле, внимание заострить никогда не лишнее. Вот, хочу я приблизить. Ну, то есть, по инструкции здесь поверхность постели делается, проходится хоном. Ну, вот здесь вот видно, что есть следы отхода, чтобы держался нормально вкладыш. Это по инструкции по проточке постели. Так? Я хочу заметить то, что по бокам, вот где лежал вкладыш, там видно более-менее блестящая поверхность. По бокам она матовая, такого, ну, сейчас она коричневого цвета. Если какой двигатель разбирать, она может быть даже черная, даже налет там может быть. Так вот, важно перед установкой вкладышей, как в блоке, так в бугелях, так же в шатунах, вот эти вот поверхности очень тщательно чистить, чтобы не оставалось там никакого налета. Потому что при установке вкладыш может немножко, были такие случаи, масса случаев, когда вкладыш частично попадает на этот налет, его немножко перекашивают. То есть, на глаз это дело не видно, но его перекашивает на пару соток. И этого достаточно для того, чтобы при зажатии коленных болтов коленвал просто заклинивал. Либо крутился очень туго, либо заклинивал, что приводит к повышенному, что приводит к ускоренному износу усла. Вот это вот очень важно знать. Коленчатый вал установлен в блок. Перед установкой, вот я здесь специально бугеля еще не смачивал, я использую пасту для сборки коленвала. Вот он, коленвал написан, нарисован точнее, Liqui Moly LM48. Единственное, что до этого я применял все время ее в тюбиках. В тюбиках мне нравилась паста больше, потому что там сразу она идет с трансмиссионным маслом. Потому что в баллончике она, и так воспитание я еще не смачивал, я хочу продемонстрировать, что в баллончике она очень сильно сухая. То есть она сразу же мгновенно высыхает. Ну вот она. Сейчас вот. То есть, ну, конечно, экономия налицо. Но, тем не менее, ну вот, короче говоря. И после этого, вот сейчас я вот здесь вот, кстати, вот она попала немножко на газетку, она уже стала. В общем, она высыхает. То есть она с каким-то растворителем. После чего ее необходимо, ну, можно два раза нанести, потому что тут видно в некоторых местах, оно не полностью нанесло. Ну, вот оно, на газетку то, что попало, оно высыхает. После чего это все дело я смачиваю дополнительно через масленку трансмиссионным маслом. Кстати говоря, вот о масле для сборки и поршневой группы, и всех остальных подобных деталей. Я применяю вот масло Neste Oil 75V90, но самое главное отличие, сейчас я приближу, вот. Фулл синтетик, полная синтетика. И даже визуально видно, что оно отличается от обычного TAT-17. Оно, во-первых, более светлое, как моторное масло. Во-вторых, оно не превращается в такой кисель при более-менее холодной погоде. И после чего все это дело сыграется. Также болты, резьба обезжиривается, как в блоке, так и на болтах. И потом кончик болтов, вот здесь вот я уже смочил, немножко видно, тем же самым трансмиссионным маслом на кончике, чтобы предотвратить при затяжке трение, чтобы именно было усилие затяжки, а не трение резьбы. Ну, кстати, уже вот оно, не в некоторых местах, вот, можно заметить, что оно высохло. Ну, потом можно дополнительно его задуть и смазать трансмиссионным маслом. Шатуны. Шатуны здесь используются Нивовские, которые идут под плавающий палец. Конкретно за отличие шатуны я рассказывал в отдельном видеоролике. Хочу лишь напомнить, что вот эта вот часть, где вставляется болт, более усиленная. Поэтому они имеют более прочную конструкцию. Шатуны эти новые, но сразу же после покупки я их отдал на завод, для того, чтобы поменяли мне втулки. Во-первых, пальцы сами, они, вот, например, первый палец. Я хочу обратить внимание на то, что он сюда заходит, вот, с определенным усилием. То есть, пальцем его сюда продавливаешь. То есть, он идет плотно. Новые же шатуны имели такие втулки, расточки. Вот они, красные, кстати, пальцы. То есть, даже красные пальцы сюда не лезли, вернее, они лезли с очень большим зазором. Ну, то есть, по книге, как бы, допуск, предел допуска есть, но для новых шатунов это недопустимо. Также хочу отметить, что втулки, вот, старые втулки, я специально попросил, чтобы мне их вернули. Вот втулка, например, одна. Она стояла, вот одна втулка стояла правильно. Вот. Разрез сбоку. Так. И вот здесь вот есть вторая втулка. Вот они. Стояли правильно. А две втулки стояли неправильно. Вот одно отверстие. Вот внизу разрез. И то же самое вторая втулка. Вот такое вот качество. Теперь, хоть шатуны и новые, нужно обязательно проверить ихнюю развесовку. Я хочу продемонстрировать. Конкретно процесс по уравновешиванию шатуно-поршневой группы я приводил, в пример, в отдельном видеоролике. Здесь же я хочу лишь продемонстрировать. Ну вот, ноль. Берем первый шатун, где он у меня маркером подписан. Вот он, первый. Устанавливаем на весы. Значит, вот, видно. 722 грамма он показывает. Отлично. Номер 2. 706 грамм. Дальше. Вот он, ноль. Номер 3. 714. 715. То есть, два шатуна между собой. Которые 714 и 715. В принципе, отличные. Один шатун, который у меня отмечен как первый, 722 грамма. А второй 706 грамм. То есть, получается погрешность между самым легким шатуном и самым тяжелым около 16 грамм. Оставлять так, естественно, нельзя. Потому что коленвал отбалансировали с маховиком нормально в динамике. А шатуны будут в разнобой. Перед тем, как что-либо делать с шатунами, я хочу обратить внимание еще вот на какой интересный момент о их производстве. То есть, как я уже говорил ранее, я шатуны купил. Ну, то есть, в коробке. И в этот же день я отвез на завод на то, чтобы на завтуливание, чтобы поменяли втулку. То есть, технология, я уже как-то рассказывал, но повторюсь. То есть, по-нормальному. Ставится на координатно-расточной станок. Центрируется от нижней... От нижней головки шатуна. То есть, выбирается центр. И втулка верхняя растачивается таким образом, чтобы ось нижней головки шатуна и верхней были параллельны друг другу. Чтобы поршень не стоял косо. Или как-то там со смещением каким-то в цилиндре. Ну, и, естественно, выбирается высота шатуна, чтобы они все же были одинаковые. Потому что плюс-минус десятка на глаз не видно, но ощутимо будет двигатель работать плохо с вибрацией. Так вот. Что я хочу отметить, что... То есть, я шатуны взял от завода, как они были. Я их взял, сразу отдал. Мне их завтулили. То есть, нижнюю часть никто не откручивал. Она не нужна была. То есть, она затянута. Отцентрировались, растащили, все. И вот, перед разборкой, так, вот я хочу заметить. Вот он, стык бугеля. Ну, то есть, видно, что бугель стыкуется. Все видно здесь. А вот здесь, сейчас мы внимательно приблизим. Вот здесь вот сверху поверхность фрезерованная. Здесь видно фрезеровка, но здесь не видно места стыка. То есть, стык в замке. Вон он есть. Вот даже здесь маленькая... Это самое... Ну, вот маленький... Видно, что тут стык. А по самой поверхности не видно, что здесь есть стык. То есть, такое впечатление, что шатун отлит одно целое. То есть, он не разборной. И вот хочу здесь вот вам показать. Вот здесь вот видно отлично борозды от фрезы. И вот здесь вот не видно никакого стыка, хотя он есть. То есть, это о чем говорит? О том, говорит, что технология производства шатунов, мягко говоря, не отработана. Потому что по нормальному нужно сначала выбрать вот эти вот плоскости. И тогда уже можно, если положить шатун на станок, на плиту, тогда можно одним заходом пройти и нижнюю головку, и верхнюю головку. И будут они иметь нормальную геометрию с минимальной погрешностью. А здесь получается наоборот. То есть, сначала делается отверстие, растачивается. И я так понимаю, втулка сразу же втулится в шатуне. А потом выводятся вот эти вот поверхности. То есть, поэтому неудивительно, что с завода шатуны идут с перекосом. Вот шатун после того, как я его разобрал и собрал. И здесь теперь стал заметен стык. Вот такая тонкая-тонкая линия. Но в всяком случае ее стало видно. Вот раз. И вот здесь вот видно. Вот особенно на светах отлично видно. Поэтому завтуливание шатунов, замена втулки, довольно сложная и ответственная процедура. Потому что многие расточники, кто не знает просто этого дела, мало сталкивался, он кладет на стол, на станке. То есть, исходя из того, что должно быть перпендикулярно нижняя ось и плоскости. То есть, оно должно быть строго перпендикулярно. И растачивает. А так делать нельзя. Получается, в итоге, перекос. Теперь проверяем шатуны на развесовку. Конкретно где есть... Теперь нужно установить, где именно у шатунов отличается вес. То есть, либо сверху, либо снизу. Либо и там, и там. Вот весы сейчас включаем. Как я показывал в предыдущем видеоролике. То есть, что в гаражных условиях довольно с большой точностью. То есть, на стык. Смотри, вам это дело. И вот в таком вот положении, в каком-то. Он показывает. 169 грамм. Это самый тяжелый, который был первый. Дальше. То же самое. Ставим на стык. 170. Дальше. 170. Ну вот, 174. Даже 173. То есть, верхняя головка шатунов, в принципе, более-менее в допуске. То есть, 5 грамм. Погрешность. Это еще немного. И получается основной разнобой по весу. Именно в нижней части шатунов. Что и необходимо уравновесить. Вот они, шатуны. Уже после уравновешивания спиливалась нижняя часть шатуна. Вот этот, который самый легкий, не трогался снизу. Ввиду того, что вес верхних головок шатунов, в принципе, в допуске. Потому что допуск шатунов, хочу повториться, 10 грамм. Заводской. И вот на такой вот установке с этими весами. В принципе, погрешность. Но там грамм 5, если будет. Это самое лучшее, что можно сделать. То есть, в принципе, шатуны будут в заводском допуске. И теперь проверяем весы. Так как головки верхние имеют одинаковый вес. Вот. 707. 706. То есть, как раз в пределах несколько грамм туда, несколько грамм туда. Вот тоже 706 грамм. Ну, даже 705. То, что сделано, в принципе, соответствует заводскому допуску. Чтобы сделать, точнее, уравновесить шатуны более точно, нужно соответствующее, более точное оборудование. Но вот даже то, что сейчас сделано, уже на порядок лучше от того, что было. То есть, от такого большого разнобоя, там, более 16 грамм. Поршневая установлена в блок. То есть, хочу заметить, вот он блок 2106. Он расточен на 82 миллиметра. Поршневая с Нивы. Вот, цыковки здесь вот. Под клапана. То есть, но я хочу обратить внимание, то есть, на этом поршне. Вот впускная, выпускная. А здесь наоборот. Впуск-выпуск. Ну, и так далее. Процесс уравновешивания поршней и запасовки в блок был показан несколько раз в других видеороликах. Поэтому на этом внимание акцентировать я не стал. Хочу лишь заметить то, что толщина стенки цилиндра... Во-первых, вот там вот может, кстати, показаться, что... Сейчас я с этой стороны покажу. Что там есть коррозия в блоке. Так? Но на самом деле... Я тоже сначала подумал, что это коррозия. Но на самом деле это какой-то накипь от некачественно охлаждающей жидкости. Цилиндры коррозией съедены не были. Поэтому это можно... Поэтому и можно было бы их расточить на 82. Сейчас я тут приближу. Значит... Вот он. Он показывает здесь 5 мм. Но так как учитывая там коррозию, которая миллиметра на полтора как минимум выступает. То есть толщина стенки где-то 3,5 мм. Самая маленькая должна быть. И 4 мм. То есть 3,5-4 мм. Вот здесь вот он чуть меньше. Ну, то есть тоже около 5 мм показывает. Кстати, вот здесь вот сверху коррозии там... Точнее не коррозии, а накипи там немного. Также хочу обратить внимание на то, что с установкой коленвала с 21.30 на шестерочном блоке полностью отсутствует недоход пошли. То есть он подходит фактически заподлицо блока. Ну, он немножко выступает. То есть там на пару десяток, может, я не замерял это несущественно. В данном случае. Ну, вот, то есть... Так же, то есть всё вращается полностью от руки без усилия. Вот так выглядит коленчатый вал в сборе с обратной стороны. Вот, всё легко вращается. Кстати, хочу заметить, что я не сказал об этом ранее, когда делал обзор коленвала. Вот здесь вот отметка, он после динамической балансировки. Вот это вот старое его, вот они, отверстие. А вот это вот на противовесе новое. Значит, дисбаланс коленвала был 28 грамм. Сейчас меньше трёх, то есть по допуску. Так же был отбалансирован вместе с коленвалом маховик. Вот здесь уже, правда, не видно там сверление. И передний шкив, который тоже имеет следы балансировки. Всё это дело вращается свободно. Расстояние между стенкой и шатуном ещё много. То есть запас есть. Вот оно всё. Вот это вот тело, кстати, вот тоже. Тут вот видно, что свежая отметка от сверления. Вот это вот старое на балансирах.